Всем доброго дня, вы на канале FANIKO Games и сегодня я покажу как правильно взять и смазать кубик рубика итак для начала для того чтобы смазать кубик рубика вы должны поставить грань на 45 градусов и должны будете вытащить вот эту детальку то есть если вы пытаетесь вытащить вот так вот, то будет намного тяжелее вытаскивать вот в такой позиции лучше всего вытаскивать именно вот так вот на 45 градусов вот сюда вытаскиваете вот эту часть и убираете полностью эту линию убираете ее вот так вот и оставите кубик вот так вот после этого встаете силиконовую смазку чтобы она была 100% силиконовой это очень важно у меня как видите она машинная не обязательно должна быть именно для кубиков машину можно использовать и у некоторых бывает идут такие специальные такие как бы трубочки чтобы струя было как можно точнее потом берете просто так вот смазку и потом просто берете вот так вот пшикаете вот так немножко я просто не хочу пшикать потому что мне уже смазан пшикайте немного и после что вы должны сделать закрыть убрать смазку то все убираете уже после того как смазать здесь уже немного немного не надо ложить совсем чуть-чуть надо положить после того чего делаете то есть соберете кубик опять как он был в его позицию упс упал так ставим ее вот так вот и закручиваем вот так вот после этого должны будете немного покрутить этот кубик чтобы вся смазка распределилась по всему кубику полностью немного покрутите все покрутите вдруг если у вас начнется такая вещь когда вы смазали кубик рулька и он начнет плохо вообще крутиться то не волнуйся ничего этого все это нормально все это все правильно в первое время у вас будет вообще ужасно крутиться и это если так должно быть после того как вы покрутили несколько минут минута 2-3 совсем после этого ложите на какую-то сапфетку куда-нибудь ложите и ложите на совет вам поставить где-нибудь место где хорошо где есть как сказали бы как бы вам сказать да объяснить да как ну на балкон вот и все кстати на балкон в хорошем месте где проветривается очень хорошо воздух чтобы кубик намного быстрее высохнул оставляйте на пару часов и не трогайте больше вообще его ставьте туда не трогайте после этого можете вытащить и у вас кубик намного лучше будет совсем ходить и это вам точно обещаю и если у вас кубик конечно же не будет так хорошо ходить и ходит вас ужасно до сих пор там вам что придется делать там придется разбирать полностью весь кубик я говорю если я говорю полностью то есть каткать если я говорю полностью значит я говорю полностью это убирать не только все запчасти но и внутри с oily убрать и вол reflects и пружинку и все все по детально полностью то есть вытаскиваем вот эти части убирая все вот это после этого уберите салфетку и притираете все части все части тези горшенько сушите все тогда счету потеряете хорошенько После этого опять его собираете, потом можете опять его смазать, если хотите, и потом уже точно у вас будет хорошо ходить, я вас уверяю. Потом, что еще? Настройка кубика. Для настройки кубика, конечно, вещь это тоже такая важная, чтобы кубик хорошо ходил. Как видите, у меня этот кубик хорошо настроен, и он из-за этого так хорошо ходит. Мы должны понять одну идею, в том, что когда вы настроиваете кубик, вы должны сделать его не сильно затянуть, потому что вы сильно затянете, кубик у вас будет ходить очень медленно, и вас не сможете его быстро собирать. Если вы слишком сильно расслабите, то у вас будет очень хорошо быстро ходить, но может очень легко взять и просто сделать, как бы сказать. У меня отчасти вообще распадилось, как все части, просто полетят не знаю куда. У меня такое много раз бывало с другими кубиками, а особенно с вот этим кубиком у меня вообще много раз происходило с вот этим кубиком. То есть я открутил так быстро, и меня в этом все части вот так вообще, как пулеметели. Так что я вам советую, например, как у меня, вот так настроить. Стоите, просто открываете вот эту крышечку, которая находится в центре кубика, и берите отверткой прямо вот так вот. Как видите, если вы не знаете, то в правую это вы закручиваете, то есть вы становитесь делать ее крепче, и в левую наоборот. То есть она становится намного быстрее ходить. И советую, чтобы во всех местах у вас было примерно одинаково. Для этого вы должны проверить вот так вот, просто вот так доставите, вот так вот, и примерно сами чувствуете пальцами и должны чувствовать примерно, что в виде должно быть одинаково натужено. И когда уже все у вас сделано, то вот скажу, у вас кубик будет намного лучше ходить, намного, намного лучше. И пусть это уже можете делать уже и хорошее время уже с ними. Ну и все, так-то. Вот это я хотел сказать вам. Если вы сделаете так, как я вам кин, то у вас кубик намного лучше улучшится и будет намного лучше ходить. Конечно же, намного лучше. И не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайки, оставить комментарии всегда. Внизу я скину группу мою в фейсбуке, где вы можете наблюдать за моим новым видео, где я буду влаживать некоторые шутки тоже про кубик-рубика и многие всякие вещи интересные. Так что подписываемся, будет очень классно. Подпишись. Подпишись.